Завтра в Чувашии начнет работу шестой культурный форум по вопросу государственной поддержки национальных меньшинств. В Чебоксары прибыли делегации всех регионов Приволжского федерального округа. В программе форума научно-практическая конференция, круглые столы, мастер-классы, выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также фестиваль народного творчества. Чувашия не в первый раз становится местом проведения масштабных форумов по национальной политике. Напомним, еще в 2004 году президент России, лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин в Чебоксарах именно на примере Чувашии провел совещание по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. С проблемами и предложениями напрямую к главе. Сегодня Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Что волнует жителей республики? Какие проблемы удастся решить в первую очередь? А что требует времени? Знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Привет! Приветствую вас! Улыбайтесь сюда, хорошо? Здравствуйте! Личные приемы граждан Михаил Игнатьев проводит регулярно. Записаться на такие встречи может каждый желающий. В этот раз поговорить с главой республики смогли четыре человека. Надежда Захарова приехала в Чебоксары из Вурнарского района. В деревне, где она проживает, в прошлом году сгорел фельдшерско-акушерский пункт. За медицинской помощью людям приходится обращаться в другое село. Но расстояние между деревнями у нас очень большое, поэтому неудобно нам туда ходить. И население большое. Надо целый день стоять пока, ждать. Вот я приехала сюда сегодня у Михаила Васильевича попросить, чтобы нам построили фельдшерский пункт. За последние годы в селах и деревнях республики было построено 100 подобных пунктов. В этом году программа будет продолжена. И в деревне Иршипосе уже в сентябре появится новый ФАП, ответил Михаил Игнатьев. А житель поселка Тюрлема Андрей Анилин обратился к главе с просьбой отремонтировать спортивный зал в местной школе. Так как у нас в школе учится 248 детей, из них почти 50%, это 112 человек, занимается в дополнительных секциях. Это помимо физкультуры. Очень хотелось бы ремонт сделать, поменять немножко холодновато окна, двери. Стоимость примерно 1 миллион, 1 миллион 200 тысяч рублей будет, если вы говорите окна. Душевых, наверное, там нет? Нет, вот, как бы хотелось бы тоже, если вот пятница, должны быть, в пятницу мы ходим заниматься, тоже переоделись быстренько и побежали домой. Какие раздевалки должны быть? Сумма эта не маленькая, скорее всего, надо будет объединять разные источники финансирования. Об этом должны подумать и местные власти, заметил Михаил Игнатьев. Родители воспитанников Кугейского детского сада «Крепыш» выступили с инициативой оборудовать автогородок. Транспортный поток очень увеличился в Кугейсах. И мы хотим, чтобы дети вот самого своего молодого возраста, младшего, могли изучать вот эти правила и использовать их на практике, какие-то практические навыки, чтобы они получили. Вот именно с наденческого своего детского возраста. И мы надеемся, что они благодаря этому вырастут грамотными пешеходами. Михаил Игнатьев пообещал, что изучать правила в современном автогородке ребята смогут уже этим летом. Если на самом деле желание родителей есть, мы их поддерживаем. У нас очень большое желание, да, да. Там бюджетные деньги, может быть, не хватит, но мы спонсоров там подключим, предпринимателей достаточно. Решить в этом году удастся и проблему труженицы тыла Нины Синицыной. На протяжении многих лет ее квартира страдала от потопов. Крышу дома коммунальщики все же заменили, а вот ремонт в комнатах так и не сделали. Мы вот на ремонт 50% с республиканского бюджета скомпенсируем. Но там городские власти могут свои средства выделить. И если точки зрения, в целом, если посчитать, общий кошелек, так скажем, да, я думаю, если хватит на капитальный ремонт. Проблему Нины Петровны глава республики поручил держать на постоянном контроле городским властям. Вплоть до окончания ремонта ее квартиры. После личных встреч с главой региона все просьбы жителей ставят на особый контроль. Для многих приемная президента страны становится последней инстанцией. И решить проблемы тех, кто обращается сюда, стараются в самые сжатые сроки. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.